Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня будет дегустация самой дешевой еды из магазина Чижик. Окорок классический, копчёно-варёный, заповедные просторы вкуса. Состав тут как-то пропечатался не очень чётко. Состав вполне обычный для такого вида продукта. Здесь очень много соли, также есть фиксатор окраски, то есть состав не полностью натуральный. Стоимость окорока 159 рублей. Вес этой упаковки 300 граммов. Изготовлена в Московской области и город Дмитров. Если мы присмотримся, то увидим, что здесь есть водичка. То есть она отсюда выделяется, потому что при производстве это всё накачивают солёной водой, ну и там также влагоудерживающим агентом, чтобы было потяжелее всё это дело. То есть, по сути дела, мы, конечно же, покупаем ещё и часть воды вместе вот с такими копчёными, варёно-копчёными изделиями. По запаху этот окорок пахнет вполне хорошо. Приятненький такой запах. Сейчас попробую его порезать и посмотрим, что у него будет в разрезе. В разрезе этот окорок смотрится очень красиво, аппетитно и чем-то напоминает ветчину. Запах не очень сильно копчёный, то есть с копчением здесь не перепорщили. Попробую на вкус. По вкусу этот окорок мне понравился, очень мягкий, нежный, чувствуется, что это на самом деле действительно мясо. Ну и по внешнему виду видно, что это мясо похоже на ветчину, прям вот как будто бы какая-то ветчина. В общем, вкус замечательный и цена недорогая. Сухарики три корочки, холодец с хреном. Эти сухарики сделаны из ржаной и пшеничной муки. Написано, что есть какие-то натуральные вкусоароматические вещества. Хрена и холодца в составе нету. Ну состав, конечно же, не очень хороший, потому что всякие вот эти ароматизаторы добавлены, которые, конечно, не очень полезные. Сухарики три корочки, стоимость 10 рублей. Масса сухариков 40 граммов. Сухариков изготовлено в Воронежской области, деревня Богданово. Вот такое количество сухариков было в упаковке. По запаху пахнет чем-то остреньким, но больше пахнет хреном. Холодца особо в запахе не чувствуется. Попробую на вкус. В составе был горчичный порошок. И вот этот вот горчичный порошок сильнее всего чувствуется во вкусе. Он дает такую не слабенькую остроту. Так что я бы сказал, что это сухарики не холодец с хреном, а просто с горчичным порошком эти сухарики. Потому что в основном этот горчичный порошок и чувствуется во вкусе. Ну еще есть небольшое количество соли. Сухарики эти довольно-таки твердые. Можно сломать зубы от такие сухарики. Не очень они рассыпчатые. Но зато стоят, конечно, здесь они очень недорого. Вернер индейка стейк грудки. Масса 500 граммов. Стоимость стейков 249 рублей. Изготовлена в Ростовской области, поселок Интернациональный. На внешний вид и по запаху видно, что эта индейка свежая. Сейчас приготовлю и мы с вами попробуем. Отварил несколько кусочков грудки. Структура хорошая, волокнистая. Довольно-таки мягкая. Сейчас попробую на вкус. Филе индейки в чижике стоит в полтора раза дешевле, чем в других магазинах. Ну а качество точно такое же, в общем, ничем не хуже. Отличное филе, очень мягкое, легко жуется. В общем, смело можно ехать в чижик и покупать вот такую индейку. Очень вкусная. Сметана Светаева. Жирность 20%. Масса 315 граммов. В составе только лишь сливки и закваска. Стоимость сметаны 74 рубля. Изготовлена в Республике Беларусь. Могилевская область. Город Шклов. Сейчас посмотрим, какая густая эта сметана. Действительно, сметана очень-очень густая. Ну и теперь попробую ее на вкус. Сметана эта по вкусу мне понравилась. И я думаю, что для такого качества цена вполне нормальная. Не скажу, что супер дешево. Конечно же, другая сметана стоит там рублей где-то 90. Здесь она стоит 74 рубля. Но все-таки это не супер дешево, потому что можно купить сметану и, скажем так, и еще подешевле. По крайней мере, я знаю, что есть еще хорошая сметана, которая стоит еще дешевле. Ну, она там где-то порядка 70 рублей стоит. Но я могу сказать, что для своей цены качество очень-очень хорошее. Потому что сметана вкусная. Карусели. Сладкий сказ. Ватрушка с творогом. Масса ватрушки 100 граммов. В составе есть и сметана. В составе есть даже сметана, которая сделана из сливок. Есть маргарин. Ну и также есть пальмовое масло. В общем, состав, конечно, не очень хороший. Стоимость ватрушки 34 рубля. Изготовлена в городе Москва. На внешний вид эта ватрушка выглядит неплохо. Хорошо она испечена. Довольно-таки пышненькая. Посмотрим, что будет в разрезе. Начинки здесь, конечно, не супер огромное количество. Но и в других ватрушках, которые более дорогие, там на щенке тоже не намного больше может быть. В общем, на внешний вид неплохо. Попробую на вкус. Ватрушка эта хоть и не очень дорогая, но по вкусу она мне понравилась. Чувствуется, что творог здесь действительно настоящий. Это не какая-то творожная масса с заменителем молочных жиров, а действительно настоящий творог. Ну и также чувствуется, что сверху ватрушечка была смазана сметаной. Ну вот эта вот часть, где творог. Ну и само тесто тоже хорошее. Очень пышное, замечательное тесто. И ватрушка не маленького размера. Размер нормальный, поэтому думаю, что для своей цены качество очень хорошее. Лапша быстрого приготовления. Вау-чоу. Такой я еще и не пробовал. Масса 60 граммов. Со вкусом курицы. По-азиатски вкусно. Натуральной пряности. Лапша из муки высшего сорта. Состав вполне обычный для такой лапши. Он, конечно же, не полностью натуральный. И курицы здесь нету, только лишь ароматизатор. Стоимость лапши быстрого приготовления 9 рублей. А производитель это филиал Анаком. Владимирская область. Город Лакинск. Внутри сама лапша. Здесь пакетик со специями и с бульонной основой. Залили кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Прошло 5 минут. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Лапша заварилась. И теперь еще хорошенечко все перемешаем. Для начала я попробую бульончик. Ну, как мы видим, здесь присутствует зелень, специи. Ну и по запаху вполне обычный, в общем, запах. Со вкусом курицы примерно все одинаково вот эти лапши пахнут. Бульончик вполне нормальный на вкус. Немножечко соли, конечно, многовато. Ну, а так вполне приятный. Ну, а теперь попробую саму лапшу. Попробовал. Вполне съедобная лапша. И со специями не переборщили. Какой-то особой сильно остроты не присутствует. В общем, мне эта лапша понравилась. Я думаю, что за 9 рублей вообще прям отличная лапша. Сейчас за 9 рублей очень сложно найти лапшу. А здесь все-таки вот она есть. Если вы знаете, что еще какая-то есть вот другая лапша, которая стоит, может быть, еще дешевле, то пишите в комментариях. Я вот пока что дешевле 9 рублей лапши не видел. В Чижике можно купить недорого большую пачку чипсов Лейс. Это чипсы с зеленым луком. Чипсы эти сделаны из целикового картофеля. В составе есть луковый порошок. Но непонятно, порошок этот из зеленого лука или из лука репчатого. В общем, здесь не уточняется. Ну, а так состав вполне обычный для чипсов. Здесь не очень много каких-то, скажем так, вредных добавок. Чипсы Лейс стоимость 99 рублей. Масса упаковки чипсов 140 граммов. Изготовленного в Московской области, город Кашира. Ну и как мы видим, чипсы должны быть с зеленым луком, но зелененького здесь абсолютно ничего нет. Значит, этот луковый порошок, он сделан, видимо, просто из репчатого лука. Чипсы эти особо сильного никакого запаха не имеют. Ну, может быть, так отдаленно, чуть-чуть, совсем каким-то вот таким жареным лучком пахнет. Ну, сделаны они хорошо, качественно, не пережарены. Поверхность, ну, жирненькая, но не супер жирная. Хрустящая. Сейчас попробую на вкус. Попробовал. Отличные чипсы. Хорошо хрустят. И такой вот вкус лучка тоже ощущается. В общем, чипсы нормальные. Единственный минус то, что вот в чижике они продают упаковки, где бы была бы, допустим, масса поменьше. Там граммов 60 или 80 бывают еще чипсы. Там вот это вот 140 граммов, это самая маленькая пачка чипсов. И выбор чипсов небольшой. Вот в такой пачке, такой вот массой, был всего лишь только лишь один вид. Это с зеленым луком. Больше, в общем, ассортимент, в общем, скажем так, чипсов не очень широкий. Хотя и цена такая нормальная, дешевле, чем в других магазинах. Но выбор небольшой. Вот это минус. Ну, а так, с зеленым луком это не самые вкусные чипсы, вот по моему мнению. Мне больше нравится со сметаной и зеленым луком. И вот когда они рифленые, то они вообще прям супер. Ну, здесь, кстати, в чижике цены одинаковые. Что рифленые, что нерифленые чипсы. Цена одинакова. Так что лучше взять рифленые, они повкуснее. Ясная поляна. Тульский пряник с фруктовой начинкой. С натуральным медом. Масса 140 граммов. Состав не полностью натуральный. В начинке это пюре фруктовое, которое сделано из яблок. Находится консервант диоксид серы. Сам пряник сделан на основе маргарина. Состав не очень хороший. Очень много различных химических добавок. Пряник тульский. Стоимость 39 рублей. Изготовлено в городе Тула. Внешне пряник выглядит отлично. Нигде ничего не подгорело. Начинки здесь не супер много. В самых крайних кусочках ее вообще нету. Ну а тут в центре вот такая тоненькая полосочка, наверное, толщиной 4 миллиметра. Пряник не супер мягкий. Попробую на вкус. То, что в прянике есть мед, особо вообще как-то не чувствуется во вкусе. Ну а так, по вкусу пряник нормальный. Только что он какой-то суховатый. Я не знаю, такой он должен быть. Тут тульский пряник или нет, но он суховатый. Начинка эта не особо сильно какую-то сочность придает. По сути дела, это что-то типа яблочного джема, но с консервантом. Тульские пряники продаются и в других магазинах, но там они стоят подороже. Порядка где-то 50 рублей. Средняя цена вот на этот пряник. Ну а здесь 39, то есть цена невысокая, но качество такое же, как и везде. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.